Всем привет, с вами Артур и сегодня то, чего давно не было на канале, а именно суши роллы, доставка из заведения под названием Сушка. Во-первых, почему выбрал именно это заведение, потому что во время прямого эфира, здесь подсказочка смотрим, вы просили сделать обзор, а также в директ, в инстаграме мне тоже прислали сообщение о том, что их нужно проверить. Когда я начал искать их в социальных сетях, я не нашел ничего, то есть ни фейсбука, ни инстаграма, ни какой-то официальной странички и всего остального, они есть только на агрегаторах доставки. Но еще замечу одну штуку, они открылись абсолютно недавно на Рыжкановке, в моем районе. Между прочим, доставка ехала на час ровно, а также у них еще появилось место в центре, то есть новое заведение уже имеет две точки и по ценам это очень даже бюджетненько. Чек у меня сегодня на 315 леев, заказал я сегодня 4 позиции. Давай посмотрим, как укомплектовано. Так, вот так вот это все выглядит красивенько. Сверху у нас темпура, это хорошо, горячее всегда сверху. Дальше у нас идет канада, я просил на двоих. Палочки, есть салфетки, всего лишь 4 штуки, можно было чуть-чуть и побольше. Что уже стало классикой, это вот такие вот наборчики для каждого человека. Имбирь не крашеный, видно, хорошо. Следующий, это шоколадный ролл, очень холодный. Филадельфия. И каких-то два сюрпризика. Про сюрпризики я честно не знал. Прямо сейчас по традиции взвесить и внешний вид. Не буду доставать из коробочек. Итак, Филадельфия 312 вместе с коробочкой. На сайте заявлено у них 280 граммов. И стоит обычная цена 86 леев. Сегодня у них скидка 68,80. Дальше, канада 272, на сайте 285. Здесь уже недовес, стоит 110 леев. Темпура 295 на сайте, 265 по факту. И здесь опять недовес, цена темпура 72, с креветкой, между прочим. Шоколадный, должен он весить 190 грамм. В коробочке 185, и цена 65 леев. То есть, три из четырех позиций, соответственно, с недовесом. Посмотрим, что у нас за подарочки такие. Упаковано классно, на самом деле. А это у нас зефирки. Обычные, вкусные. Спасибо за сюрпризы. Я их люблю. Из расходников палочки. Круглые. Для меня они коротковаты, но кому-то они, может, даже подходят. Дальше, соевый соус. Хороший, насыщенный соевый соус. Имбирь. Имбирь хороший, задористый, не крашеный. И даже есть запах. Не то, что в некоторых доставках. И васаби. Слезки-слезки. Васаби здесь очень даже хороший, насыщенный вкус. По запаху тоже хорошо. Далее, роллы. Начну я с горячих, для того, чтобы они не остыли. А именно, темпура с креветкой. Коробочки у них раскладываются. И это очень-очень хорошо. Вот такая вот получается тарелочка. Разрезаны на 8 штук. Или на 10. Сколько здесь? Я не понимаю, потому что какие-то из них тоненькие. Какие-то толстые. Не, на самом деле здесь 8. Да, нарезаны это на 8 кусочков. Но сразу видно, что это сделано неаккуратно. Потому что у нас есть вот такой вот тоненький кусочек. И для сравнения вот такой вот. То есть повар, наверное, очень торопился, спешил. Внутри, что можно увидеть? Огурцы вместе со шкуркой. Далее у нас идет рис, нори. Креветочка есть. Заваренная, не хрустит. Какого-то вкуса тоже так себе. И немного сливочного сыра. Я могу сказать, что я пока разочарован. Потому что здесь никакого вкуса, никакого ансамбля вкусов здесь нет. Здесь вы едите просто рис и немного темпуры. Креветка не чувствуется. Огурцы где-то на дальнем плане. И, соответственно, крем-сыр тоже здесь не чувствуется. Но это в маленькой. Давайте попробуем вот такую вот шайбу съесть. Даже большой кусочек никак не выявляет себя. Здесь немножко больше соуса, который сверху налили у наги, скорее всего. И кунжут. Соус и кунжут вы чувствуете. Все остальное это просто рис. Следующий на очереди Филадельфия. Здесь 8 кусочков равномерное большое количество. Риса. Большое количество рыбы. То есть не просто вот эта вот пленочка тоненькая. И большие куски авокадо. Что я заметил. Итак, давайте разберем первый. Мне нравится, что у них не так много риса. Итак, рыба. Рыба, 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 рыба. То есть на семгу не прошел. То есть она просто расходится на волокна. Где-то отдаленно у нее есть вкус, но на самом деле она просто пресная. Как я и сказал, большой кусок авокадо. Если это еще не спелый авокадо, то это вообще будет фейл. Так, рис, как я и сказал, не так уж много. Здесь огурцов такое же количество, как и в предыдущем. Крем-сыр тот же. И авокадо. А. Прям хрустит. Авокадо не спелый. И, соответственно, большой кусок. Что вы будете чувствовать в этом роли? Правильно. Не спелый авокадо. Но все равно все вместе. На первом месте в этом роли это не спелый авокадо. Во-вторых, это крем-сыр. Ну и в-третьих, это рис. Рыба, огурцы. Все это просто затмевается и никак не влияет на вкус. Давайте попробуем соус. Как всегда, соус добавляет вкуса и спасает ситуацию. Но для меня это снова мимо кассы. В Канаде самый мой любимый ролл. Где бы я ни был, я всегда заказываю для того, чтобы покушать угря. Но здесь я смотрю, что угрь как-то вот отходит от роллов. То есть он не прилипается вот на одном, на втором. И качество я не знаю точно его какое. Но посмотрим. Во-первых, вот такие вот кусочки. Он прям разваливается. Он прям вот разваливается. Я еле-еле на него надавливаю, а он разваливается. Это склизкий угорь, который, ну не знаю, сколько он пролежал. Давно я такого плохого угля не ел. Далее, внутри. Здесь риса немножко побольше. Такие же большие шматы. Авокадо, тоже не спелый. Здесь рыбка. Имеется в виду семга. Обрезочки. А, это прям очень плохо. Вкус рыбы внутри очень странный. Я не скажу, что она протухла. Но я скажу о том, что с ней что-то не так. Либо ее замораживали, размораживали много-много раз. И она потеряла полностью в своих качествах. Либо ее в чем-то замариновали, чтобы скрыть какие-то запахи. Но я не знаю. Попробуем все вместе. Просто на страх и риск. Это прям плохо. Очень-очень плохо. Один из худших роллов, которые я ел в своей жизни. Его можно сравнить с роллами, которые раньше, давным-давно, когда еще не крутили в магазине роллы. Вот это вот в коробочках было. Непонятно, сколько она там лежит. Кто его заворачивал. Из какой там рыбы. Все это было. Честно, этот ролл не спасти ничем. Даже его, если окунуть полностью в соус. Или забить его в васаби. Или, я не знаю, добавить еще имбиря. Просто никак. Угорь. Никакой склизкий. Рыба внутри вообще фу. В авокадо большие куски неспелого авокадо. И, соответственно, здесь что? Рис разве что сварен хорошо. Все. Больше здесь ничего хорошего нет. Это опять мимо. Шоколадный ролл. Ну и сразу здесь разочарование по внешнему виду. Потому что я вот здесь вот вставлю сейчас картинку. Как он выглядит на сайте. И, соответственно, как он выглядит здесь. Первый вопрос. Где соус? Как бы. Второй вопрос. Там на картинке вроде бы видно киви и бананы. Здесь, кроме шоколадной пасты, не так, чтобы и заметно. Но что-то есть. Что-то есть. Здесь под ними какая-то жижа. Но это не соус. Это фрукты дали влагу. Ну, в принципе, вкусно. По вкусу вкусно. Но, на самом деле, здесь не чувствуется ничего, кроме банана и шоколада. Это самое беспроигрышное сочетание. Куда вы не засунете банан и шоколад. Это будет, грубо говоря, более-менее вкусно. Киви здесь не чувствуется от слов совсем. Рисовый лист, вот это вот то, что обвернуто. Когда вы съедаете все, у вас остается рисик еще во рту. И его, грубо говоря, нужно пожевать. Если сравнивать его с теми тремя, то, что я уже попробовал, это можно доесть. Но за 65 ле я бы, наверное, больше это не заказал. Время подводить итоги. Но перед этим хотелось бы попросить вас подписаться на канал. Поставить лайк или дизлайк этому видео. В зависимости от того, понравился оно вам или нет. И в комментариях написать, на какую сушильню сделать еще обзор. По поводу сушки у меня полное разочарование. Я не понимаю, как с таким качеством они открыли уже вторую точку в Кишиневе, я напомню. То есть у них одна была на Рыжкановке. Потом они открыли еще одну в центре. По ценам это как бы дешево. Но, грубо говоря, даже цена-качество, это вот прям не стоит того. У нас есть некоторые сушильни, доставки, где делают тоже дешево, но делают намного качественнее. Сегодня полным провалом является Канада. Это ролл, который я бы не посоветовал никому есть. Потому что здесь абсолютно все ингредиенты, они какие-то вот с большим-большим-большим вопросом. Сам угорь, авокадо во всех роллах неспелый. И большие куски, я не знаю, если у вас неспелый авокадо, но нарежьте вы его как-то как огурец. Либо просто не кладите, дождитесь какой-то правильной партии. Но такое людям как бы давать нельзя. Но и рыба вот здесь вот прям никакая. По поводу темпуры тоже самые большие вопросы. Во-первых, это нарезка, тяп-ляп, нате, держите, как бы все, не мучайте повара, да? Ну и Фила тоже разочаровала. Это ролл, который заказывают везде и повсюду, в больших количествах. И повара уже должны вот так вот, не глядя, все это скручивать, накидывать рыбу, нарезать. И это должно быть вкусно, но по ингредиентам прям одни расстройства сегодня. Вы все видели сами, внешний вид, громовку, вкусовые качества оценил я. Верить мне или не верить, это ваше личное дело. Я просто попрошу поделиться этим видео с вашими друзьями, для того, чтобы они знали, что можно заказывать, а что нельзя. Кушайте только вкусную еду. Всем пока.